МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Городские встречи. В гостях у меня сегодня Виктор Гуров, ректор Рязанского государственного радиотехнического университета. Виктор Сергеевич, здравствуйте! Здравствуйте! И вот собрались мы с вами сегодня здесь, в общем-то, по поводу праздника, который скоро совсем отметят в нашем городе. Ну и надо отдать должное не только, наверное, вот сейчас те, кто учится в радиоуниверситете, но и добрая половина Рязани будет у нас отмечать День радио. А вот историю, какое-то возникновение этого праздника можете рассказать? Конечно. Официально День радио в Советском Союзе празднуют с 7 мая 1945 года. Это как раз в день 50-летия изобретения радио. А День радио выпускники радиотехнического, тогда еще института, они отмечают с 58-го года. Первые выпускники 57-го года договорились, что через год они встретятся у стен родного вуза с тем, чтобы увидеться, поздороваться и так далее, и так далее. И вот с 58-го года эта традиция, она стихийная традиция, она никак администрации вуза не регулируется, ни на день, ни на год не прерывалась. И, конечно, влияет погода, влияет, какой день праздника приходится на 7 мая, или это рабочий день, или это праздничный день. Поэтому больше или меньше выпускников собирается. Но обычно несколько тысяч выпускников со всех концов теперь уже бывшего Советского Союза, очень многие приезжают из дальнего зарубежья, встречаются, чтобы увидеться друг с другом и отдать, в общем-то, наверное, дань уважения родным стенам, которые сделали из них специалистов. Но вот считается, что Рязани у нас столица ВДВ. Наверное, можно сказать, что Рязани у нас и столица радио. То есть именно в нашем городе этот праздник отмечают больше, чем где-то еще. Да. Теперь уже по России есть несколько вузов, в которых тоже отмечается День радио. Но прежде всего я скажу о ЛЭТИ, в старой терминологии, это электротехнический университет в Санкт-Петербурге, где, собственно говоря, и работал Попов профессором, и некоторое время работал даже ректором, и где он, собственно говоря, развивал свои идеи. Так вот, там День радио отмечается, но не так масштабно, как у нас. Я знаю, что в Свердловске есть вуз, в котором есть соответствующий факультет. Там тоже проходят студенческие массовые празднования. А вот наш вуз характерен тем, что у нас выпускники приезжают на День радио к родным стенам. И масштабы, они, конечно, наверное, уникальны для России. По сути, получается, что это необъяснимо, да? То есть такие вузы, похоже, есть и в других городах, но у нас это вот так проходит. Да. Это сплаченность, наверное, какая-то выпускниковая? Я думаю, что нет, все-таки вуз наш профильный, он чисто радиотехнический. Не случайно, что у нас был радиотехнический институт, потом мы стали радиотехнической академией, и когда мы получили статус университета, мы в названии оставили радиотехнический университет, тем самым обеспечить преемственность, так сказать, поколений, и показать, что мы все-таки профильный вуз, прежде всего, который готовит радиоспециалистов, специалистов в области телекоммуникации, связи, автоматики, а уже потом как просто технический университет. И, наверное, вот это понимание, оно впитывается студентами, и когда они заканчивают, естественно, образование, в общем-то, оно достойное, специалисты все востребованы, и поэтому думаю, что здесь чувство благодарности вот к родным стенам, к родным преподавателям, которым воспитали, выпустили, и движет ребятами, которые приезжают. Обязательными, как бы, такими днями или годами встреч, это 10-25. Как правило, после 30 лет окончания каждый год уже приезжает, уже возраст, уже, так сказать, достигнуто в жизни многое, и уже, как бы, вот, тосканально по молодости. Поэтому вот, если посмотреть на состав выпускников, то там представлены, во-первых, все категории, вот, молодых, так сказать, до людей, в общем-то, достаточно уже заслуженных, и иногда вот заслуженные люди доминируют, потому что уже они в жизни всего сделали. Теперь вот у них остается только вот благодарить судьбу, что она вот, наверное, свела их когда-то с этим институтом, академией. Я, на самом деле, вот благодарю, да, что меня свела тоже когда-то, не понаслышке знаю, что, значит, что Попов воскрес, вот, стараюсь хоть как-то чуть-чуть окунуться всегда вот в эту атмосферу 7 мая, ну, потому что она действительно очень необычная. Уникальная, я бы сказал, уникальная. Люди, да, которые стоят у входа, это дорогого стоит. Это дорогого стоит. Расскажите, вот, пожалуйста, про мероприятия, которые приурочены к 7 мая, да, этого года. Значит, мы традиционно, вот уже, наверное, больше 10 лет, 7 мая – это день нашего вуза, день университета сейчас, и поэтому 7 мая у нас традиционно проходит торжественное заседание ученого совета, где мы, в общем-то, наших передовиков, так сказать, образования, науки и других категорий чествуем, награждаем наградами нашими отраслевыми в Министерстве образования и науки Российской Федерации, губернатора, областной думы, городской думы и городской администрации, наши внутренние награды, подводим рейтинг преподавателей, называем лучших в каждой категории лучшего ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора. То есть, вот такие вот праздничные отмечаемые, в том числе, и лучших студентов. А второй точкой такой, обязательной, которая из года в год повторяется, в 12 часов администрация вуза поздравляет на площади перед вузом наших выпускников. Как правило, это деканский корпус, ведущие преподаватели. В этом году есть особенность. В этом году мы вскрываем капсулу, заложенную студентами в 1967 году. Письмо потомков 50 лет назад, совершенно верно. Это письмо было принято на научно-технической конференции. То есть, это не единичный случай, а это, как бы, так сказать, коллективный такой продукт. Вот, мы его вскрываем, она замурована у нас в главном входе перед парадной лестницей с левой стороны. И огласим его как раз вот в 12 часов дня перед поздравлением наших выпускников. А ответное письмо, по крайней мере, у нас такие планы есть. Наши студенты, соответствующие, так сказать, пройдут, наверное, групповые собрания, факультетские, будет написано, наверное, принято тоже на каком-то официальном форуме студенческом, будет заложено на следующие 50 лет осени этого года, в сентябре. А вот уже продумано, что будет в этом письме? Нет, я думаю, что это письмо, которое было заложено 50 лет назад, эта инициатива была студенческая. Мы разыскали трех студентов, которые участвовали. Мы их пригласили, я сейчас не называю их фамилией, потому что это, так сказать, некий сюрприз. Я думаю, что вот они вживую сами расскажут об этом. А поэтому мы и не собираемся как бы вмешиваться в содержательную часть того, что будет это все. Пусть это будут студенты, пишут студентам. И, честно говоря, очень интересно. Хотя я студент с 70-го по 75-й год, да, но как-то уже вот мне тяжело жить тем временем. Вот я даже не знаю, что могли написать студенты в 67-м году. А это было 50-летие Октябрьской революции, да. То есть, вообще малейшего представления не имеет, что в этом... Нет, нет, потому что это было в единственном экземпляре заложено, и там памятная табличка, что вскрыть в мае 17-го года. Будет очень интересно, так сказать, вот у нас у самих достаточно большой интерес к этому. Поэтому вот, наверное, такие основные... Ну, сопутствующий праздник на стадионе у нас традиционно проходит военно-спортивная эстафета. Это силами курсантов учебно-военного центра и нашей военной кафедры. А так, в основном, это встреча выпускников. Открыт весь вуз, открыты все лаборатории. Выпускники приходят, встречаются со своими преподавателями, там, фотографируют, вспоминают. Вот у нас так проходит. Ну, вот уже несколько лет, да, некоторые расстраиваются, что вот в парках сейчас особо сильно не разрешают собираться. Я думаю, что и мы своих, как бы, студентов, прежде всего, поскольку выпускники, это уже мы не можем там что-то такое говорить, да и не имеем возможности. Дело в том, что, когда это мероприятие проходит в стенах университета, администрация университета обеспечивает порядок и соблюдение всех норм, так сказать, общежитий, если говорить о городских масштабах, на территории университета. Парк – это уже муниципальная территория, поэтому там свои требования к тем действиям, которые совершаются. Поэтому, конечно, мы так советуем, чтобы в стенах университета, это одно, вышло за территорию университета, это уже муниципальная территория, там нужно соблюдать правила, в общем-то, элементарные правила общежития. А общественный порядок, он превыше всего? Да, конечно, это обязательно. То же самое, кстати, касается крестного хода, который… Да, совершенно верно. Значит, он родился больше 10 лет назад, наверное, около 15 лет назад. Сначала это было очень камерное мероприятие, в котором принимало участие там, ну, не больше, может, 20 студентов. А порядка 10 лет назад он начал обретать такие более массовые масштабы. Но когда администрация ВУЗ увидела, что там большая часть участников, они не имеют к ВУЗу никакого отношения, а привносят элементы уже вот шумовые там какие-то, мы посчитали невозможным продолжать, там встречались с ребятами и высказали свои пожелания, чтобы вот эти вот ночные такие вещи свести на нет. Ну, вот, думаю, в три последних года уже потихонечку это все успокоилось. Пройдет время и появится, так сказать, более спокойная замена вот этим ночным шествиям. Виктор Сергеевич, а вот скажите мне, пожалуйста, вот для вас 7 мая, что это? Вы вот какие-то особые чувства испытываете в это время? Ну, как выпускник, конечно, я испытываю самые теплые чувства к ВУЗу, к той группе. У нас была очень хорошая группа, 0,23 группа, я факультет электроники заканчивал. У нас была дружная группа, самые теплые воспоминания, мы поддерживаем отношения со многими друзьями. Но как только я вошел в администрацию ВУЗа, конечно, это прежде всего хлопоты, связанные с обеспечением безопасности, проведение всего этого. Поэтому я обычно, когда заканчивается, это где-то у нас к 17 часам, у нас все заканчивается, я вздыхаю спокойно и иду домой пить чай, расслабляться. Потому что вся моя семья, семья сына, семья брата, это все выпускники родности. Это наш, в общем-то, ВУЗ единственный. Праздник у вас еще и дома. Да, да, у меня дома. Но, говорю сначала, вот, как бы, общественные такие мероприятия, поэтому там не до праздника, там главное, чтобы все было вот спокойно, достойно. А уже отмечаю, как бы, так вот праздник в такой спокойной домашней обстановке. Ну, конечно, еще раз говорю, день радио и радиотехнический институт, я заканчивал, когда он был еще институтом, конечно, это вещи для меня, да, я думаю, что для моих одногруппников, да и всех выпускников это святые. Потому что прекрасный ВУЗ, прекрасные преподаватели нас учили, прекрасные знания нас вложили. Все мои, как бы, хорошие знакомые, там, друзья, выпускники себя в профессиональной сфере реализовали. И поэтому, конечно, вот самые теплые чувства. Ну, что ж, я вам желаю, чтобы хлопота у вас была в этом году и в последующие 7 мая как можно меньше. Спасибо. Ну, естественно, чтобы вот настроение 7 мая было то самое, которое нужно. Ну, и вот 7 мая, наверное, не увидимся, поэтому скажу сегодня Попов воскрес. Да, воистину воскрес. Но я хотел бы, я хотел бы, пользуясь случаем, если это возможно, поздравить всех сотрудников радиотехнической института, академии, теперь университета, студентов радиотехнического университета, всех наших выпускников, всех работников сферы связи и телекоммуникации, которые тоже являются нашими выпускниками, с нашим профессиональным праздником. И пожелать им прежде всего здоровья, ну и успехов профессиональных, чтобы день радио продолжался всегда. Спасибо. А нашим телезрителям спасибо вам. А нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Виктор Гуров, ректор Рязанского государственного радиотехнического университета. Это программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова